Всем привет! В эфире авторский подкаст «Бэк Брэндом» и Мария Заренок. В эту новогоднюю неделю мы хотим вас порадовать особенным выпуском. Выпуском про добро, про любовь и про то, что возможно все. Сегодня у меня в гостях Ксения Безуглова, девушка, которая ломает стереотипы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Это многодетная мама, глава благотворительного фонда «Возможно все», общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве Российской Федерации, член комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, мотивационный спикер. Ну что ж, с наступившим Новым Годом и поехали! Во-первых, я благодарю тебя, что ты свое вообще безумно в графике, потому что завтра ты куда улетаешь? В Салихард. В Салихард. На самом деле, вот в таком графике настолько, я знаете, даже как скажу, я тогда в интервью с удивлением прочитала, что ты вместо того, чтобы проходить реабилитации, ходить вот как принято, как все нормальные инвалиды ходить на все эти процедуры. А люди, может, там не видят, смотри-ка, мне даже продемонстрировали, что я на колясочке. Я шучу, вы знаете. Да, я думаю, что они все знают, если бы я к этому готова. Скажи, пожалуйста, или ты занимаешься вместо этого общественной деятельностью? Путешествуешь, летаешь, действуешь. Что вообще такое общественная деятельность? Давай, веди нас к первому. Ну, я думаю, что в первую очередь это гражданская позиция человека, когда он свою жизнь посвящает жизни общества. Соответственно, это человек, который вкладывает свои силы, свои ресурсы в развитие социальной истории в своей стране. Не знаю, пусть это будет не обязательно там на государственном уровне, как это у меня происходит, в твоем дворе, в твоем подъезде. Если ты несешь активную гражданскую позицию, ты живешь в позиции «я хочу сделать наше общество лучше», ты делаешь что-то полезное для этого общества. И, соответственно, обязательно быть Ксенией Безугловой или Тони Робинсон. Не обязательно быть человеком, который уже создал свой бренд. Можно быть просто человеком с активной жизненной позиции и верить в то, что, выйдя из своей сансары, из своей зоны комфорта, из своих четырех стен, ты уже, покидая зону комфорта, имея цель сделать мир лучше, ты уже делаешь свой личный бренд элементами своей гуманистической позиции по отношению к жизни, к миру, вообще к тому, что происходит вокруг себя. И мы сейчас будем об этом говорить. Да. Ну смотри, давай сразу касаемся такого монета, как персональная миссия. Потому что мне кажется, что если есть общественная деятельность, она делается во имя чего-то. То есть есть люди, у меня есть внутренний отклик на то, чтобы что-то изменить, что-то сделать. Вот эта персональная миссия, она у тебя, вот давай так, все-таки твоя жизнь действительно была в какой-то момент разделена на две части. Трагедия, да? Или как ты это называешь? Я называю это переломный момент. Переломный момент. Ну вот давай, вот так, твоя персональная миссия, она изменилась после вот этой ситуации? Была ли у тебя раньше персональная миссия какая-то? Да, смотри, тут очень важно, что каждый человек должен обязательно разобраться с своей персональной миссией как можно раньше. Я, может быть, ее не осознавала так четко, как после переломного момента. Но до я всегда стремилась к тому, чтобы сделать мир лучше, к тому, чтобы делать какие-то добрые дела. То есть я чувствовала в этом свое счастье. У меня был такой посыл неосознанный, и я понимала, что вот там где-то зарытое счастье. И каждый раз с разных сторон к этому подбиралась, разными моментами в жизни, разными испытаниями, духовными практиками. Но как раз именно тот самый переломный момент, он показал мне, что делать мир лучше, помогать другим людям, чтобы быть добрым, творить добро, это самое лучшее, что можно в жизни придумать. И то, что написано и так где-то заумно, а где-то просто описывается в разных религиях, на самом деле есть тот ключик к безусловному счастью, к постоянному позитиву, к моменту, когда ты вдруг становишься брендом. Но к этому тоже подойдем, потому что все-таки наш эмоциональный интеллект эволюционирует, и мы вместе все вот так неосознанно, кто-то осознанно эволюционируя, все тянемся к тому, чтобы в итоге стать добрыми, хотя рождаемся такими. Ну то есть вот. И когда мы начинаем делать добрые дела, мы понимаем, что мы становимся независимы от физики, мы становимся независимы от материальных благ. А когда ты становишься независимым, то есть ты можешь, да, они классные, да, с ними проще. Да, я тоже люблю деньги на самом деле, и как бы люблю там красиво одеваться, люблю хорошо выглядеть, и это невозможно без денег. Но я от этого не завишу, потому что в моей жизни есть элемент, важный элемент моего личного бренда, это делать добрые дела каждый день, независимо от того, тяжело ли мне, как я себя чувствую, где я нахожусь, каждый день мы посвящены этому. Я не завишу от того, что вот этого всего, от этой всей мишуры, потому что в моей жизни есть самый большой кайф. Я знаю, что снова что-то преодолея, я делаю себе кайф, понимаешь? Я по-настоящему кайфую, радуюсь и испытываю безусловное счастье, когда вижу благодарные глаза тех подопечных моего фонда, тех людей, которые стали вдруг случайно и не специально моими слушателями. Я понимаю, что их жизнь кардинально меняется. И вот этот эффект 360, он дорогого стоит. Я каждому человеку говорю, который мне пишут, их сотни, каждый день пишут. Как вы так позитивно живете? Боже мой, у меня депрессия просто от того, что наступила осень. У меня депрессия от того, что я тюкнула свою машину вчера на проковке. Как вы можете не обращать на это внимание? Слушайте, да, потому что у меня другие категории. И этому можно научиться. То есть очень многие люди думают, что я такая родилась, и вот я такая. Вот образ святой, да, и вот он такой вокруг меня. Но это на самом деле навыки, которым можно учиться, если перед тобой стоит цель. Я считаю, что человек не может сейчас развить свой бренд, если он только про деньги, если он только про подписчиков, если он только про то, чтобы сделать свой продукт, и дальше там, ну не знаю, я хочу стать известным. Все, ноль. На сегодняшний день точно не сработает. Потому что вот сейчас уже мы на таком уровне все живем, когда, ну, про деньги уже никому не интересно. Просто зарабатывать деньги не интересно. Если в твоей жизни нет миссии, в которой мы говорили, что личная миссия индивидуальная должна быть обязательно. И она должна так или иначе отражать какую-то часть нашего социума. То есть она должна ее улучшать. То есть она должна быть направлена не только на себя, но еще и во внешнем. И что-то обращает. Конечно. И я сейчас вот вам такую секретную информацию выдам. Мы сейчас прописываем стратегию, ну, стратегию гуманистического общества для нашей страны. и 3-го декабря. Я являюсь послом добровольчества России. Но сейчас год добровольчества, вы знаете, наверное, он подходит к концу. И по итогам будет проводиться форум, большой добровольческий форум здесь, в Москве, всероссийский. И мы прописываем стратегию нового государства для нашей власти, для президента. Мы это все будем рассказывать, презентовать. И в этой стратегии нет понятия социально-ответственный бизнес. Я его исключила вчера лично сама, потому что не может быть бизнес другим. В новом гуманистическом государстве, в новом мире, вообще, к которому мы все уже доросли, пришли, на самом деле, просто эволюционно пришли, не может быть понятия бизнеса, социально-ответственный бизнес. Потому что каждый человек, который зарабатывает деньги или, например, делает что-то, три булавки он продает, или 33, или там 3 миллиона, он должен понимать, что ты всегда, человек должен всегда нести ответственность за то, что происходит вокруг. И за некую ценность. Да, и этому что-то делать для этого, что-то делать полезное. И вы знаете, за последние годы я все чаще встречаюсь, ко мне приходят бизнесмены с разными, с разным капиталом, которые говорят, слушай, неинтересно про деньги, все, давай делать что-то вместе. И здесь уже, конечно же, я выбираю, действительно человек имеет намерение менять, например, лучше, может, он хочет просто себе обелить как-то свою, свой имидж, да, свою историю. Поэтому, но все чаще и чаще я вижу молодежь, которая делает, создает бренд и понимает, что просто про деньги. неинтересно. Уже не работает. И мы все, наверное, все со мной согласятся сейчас, что уже мы приходим на встречу, мы видим на человеке маску. Если вот 10 лет назад, нулевые, там, 90, понятно, нулевые эти маски работают, сейчас не работают. Здесь человек рассказывает, а ты видишь, про что это человек. Вот, все в глазах. И это потому, что, ну, не потому, что, как бы, кто-то классный, а человек плохо умеет врать, а потому, что в целом, у человека сейчас очень вырос эмоциональный интеллект. Исчитывая эти маски. Ты как раз говорила в этом одном из интервью, ты называла это словом эволюция, то есть мы эволюционировали так, что сейчас это уже невозможно скрыть. Все тайное становится явным. Мы считываем маски, потому что у нас высокий эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект говорит о чем? Почему сейчас тренд на добрые дела? Почему мы сейчас говорим вот так, да, здесь, вот с этой позиции? Почему мой личный бренд так популярен? Почему он интересен в мире, да? То есть я представляю сейчас там мировые марки, лучшие люксовые бренды являются лицом и в бьюти-индустрии, и в машинах это лучшая машина, и концерт, и я являюсь их лицом. Почему? Потому что в моем образе сочетается, в моем личном бренде, у меня очень мало маленького аудитории на самом деле, если так посмотреть, она не в этом дело. Дело в личном бренде, когда общая картинка, она вызывает восхищение у каждого человека. ну, у каждого человека, да? Каким бы он ни был. И это способен сделать каждый. На самом деле, не обязательно сидеть в коляске, быть Ксюшей беззуговой, не обязательно иметь свой фонд и каждый день творить добрые дела, но достаточно быть человеком, который имеет доброе доверение. И как раз в этом интервью, я смотрела, я говорила, что мы все рождаемся добрыми. то есть на самом деле, когда я в лекциях говорю, слушайте, ребят, творить добрые дела и быть добрым, это фактически быть собой. Это не значит стать каким-то таким нереальным. На самом деле, это быть собой, потому что мы такими рождаемся, мы такими сюда приходим. Это потом, со временем, мы обрастаем стереотипами, установками, паттернами, разными поведениями, и все, и уже где я, мы не знаем. Соответственно, вернуться к своей сути, на самом деле, большой кайф. Ты, кроме того, что ты развиваешь свой бренд, еще кайфуешь, потому что я не знаю, на самом деле, как живут хейтеры. Как отживется, если к этому подойдем, я не могу это не спросить, потому что я знаю, что хейтер сейчас останавливает у них людей проявление себя. Ответственно, сейчас сразу и поговорим, потому что вот ты, казалось бы, человек, который излучает столько добра, цвета, жизни, интересов жизни, и тем не менее, мы видим, что есть люди, которые на тебя делают целенаправленные хейтерские атаки. То есть, мало того, что придумываются какие-то там небылицы и так далее, запускаются какие-то утки, так еще и целенаправленные атаки, где у тебя черняют и так далее. Вот давайте здесь разделим вот этот вопрос на две части. Первая, как было ли у тебя недовольство или какие-то чувства испытывал, когда это начало происходить? Это первое. А второе, как можно конструктивно выйти из этого страха, быть подвергнутой таким вещам, чтобы не бояться переработать проявляться? Ну, ты знаешь, это вот мой очередной квест, на самом деле. и я, наверное, все-таки, я подозревала, что это случится, но не думала, я не знала, какая быть моя реакция. Вроде бы, я такой подготовленный человек, переживая вот такую, да, вдруг в твоей жизни инвалидность, думая, что тебе, в принципе, уже ничего не страшно. Но, это было интересно, потому что, оказывается, сейчас почти год прошел после такой вот серьезной атаки, и я... А давайте, скажем зрителям, как что это было, потому что я не в курсе, что есть, как это выглядело? Да, вышли какие-то публикации о том, что я притворяюсь. Ну, первая история, это была, что я притворяюсь. Вторая история, что вообще, как может быть, человек с инвалидностью таким гламурным и изображать такую крутую жизнь, когда все инвалиды вокруг страдают. То есть, такая история вывернута, да? И третья, там, как-то была повернута сторона, что вот я многодетная мама, и что как это вообще противно, ужасно, и вообще зачем инвалидам быть родителями? Ну, как-то так. В общем, можно это найти, если кому-то интересно эта хрень. На самом деле, даже можно поржать, если честно. То есть, мы действительно с мужем забавлялись сначала. Но, как тут сказать, я не думала, что люди настолько могут быть жалкими, настолько духовно немощными, чтобы так себя вести. То есть, я не думала. У меня все-таки есть, видимо, некий мир в моих очках, который существует, в который я верю, я знаю, и верю, у меня миссия, да, я уверена, что я в своей жизни изменю этот мир. У меня уже многое получилось за эти 10 лет, и я понимаю, что в моей жизни, в принципе, хватит, чтобы сделать многое. но тут я вдруг увидела, когда увидела комментарии под хейтерской историей, уже подключаются другие фишки, там, и все такое, и начинается транжирование этой истории. И вот здесь, как раз, я была удивлена, что люди подключаются к этому маятнику. Они действительно начинают в это верить, а они рассуждают эту тему. То есть, вот это было для меня загадкой. Но все-таки больше, наверное, с пытанием было, когда я поняла, что те люди, сотни, да, уже и тысячи людей, которых я вытащила, когда помогла, ну, вот своей деятельностью, они не подключились к этой истории. Я имею в виду, да, мои подписчики, конечно же, защищали меня все, но вот конкретные какие-то люди, которые, я знаю точно, что я помогла, и их жизнь очень многое изменилось, и не сделали ничего. То есть, с одной стороны, я думаю, что они, наверное, как раз подключились к моей жизненной позиции, потому что я не реагировал вообще никак. То есть, мы не давали комментарии на телевизоры, мы ни одному телеканалу не дали комментарии, мы нигде никак никаких не дали публикаций, но я думаю, что, может быть, все-таки мне нужна была поддержка в тот момент. То есть, могли бы выступить какие-то публичные люди, которые бы сказали, «Слушай, сейчас мы просто, это все вообще неправда, посмотрите на меня, я там с ней дружу, этого не было». Вот. Можно было не оговаривая имен хейтеров, просто это красиво сделать, но никто этого не сделал. Хотя, конечно, мне звонил там Андрюша, там, Аллах говорил, «Хочешь, я ее здесь сейчас уничтожу, уничтожу». этих людей уничтожу. И, конечно, сказал нет. Конечно, сказал нет, потому что, ну, они тоже должны быть жалкие люди, которые где-то кому-то друг к другу притягиваются и мельсят это болото. Ну, к сожалению, пока так. Хотя я уверена, что наша эволюция ведет к тому, что людей зависливых злых, мерзких и вот таких вот из болота, их скоро просто как вида не станет человеческого. Они просто вымуты. Трансфор. Их не станет как вида. Я не знаю, куда они трансформируются, а кто-то просто исчезнет как вид. Потому что мы все больше и больше говорим о добре, о том, как сделать мир лучше, что каждый человек и бизнесмен сейчас к этому все подходят, трансформируются. Все больше и больше мы к этому идем. И я уверена, что эволюция идет к тому, что просто таких людей не станет. Скажи, а я правильно понимаю, что для тебя выход из этой ситуации ты был как раз-таки продолжать преумножать добро? Конечно. Абсолютно точно. То есть здесь я сначала думала, да, ну, да пошли вы все вообще. А потом думаю, да нет, ну с чего же, боже мой, какие-то там кучка каких-то несуразных людей, ну, живущих в своем мире, пусть и не живут. Пожалуйста, это же их выбор на самом деле. Это прекрасно, что у нас есть выбор. Жить жабой в болоте, либо тянуться к солнышку, да, и быть там, я не знаю, каким-то послом мира и менять этот мир к лучшему. Даже если, я всегда говорю, даже если у тебя, я знаю, условно двигаются только глаза, и вообще ты лежишь пластом в своей квартире один, ты в 21 веке имеешь возможность менять этот мир. Потому что мы живем во времена технического прогресса, мы живем во времена интернет, технологика, ты можешь менять этот мир, просто имея дома компьютер и интернет. Ну, господи, у нас, в примере, Стивил Хокин, у нас есть нему учащий, у нас есть я, у нас вообще огромное количество инвалидов, которые меняют этот мир. Не только инвалидов, просто людей, которые намерением меняют очень многое, которые добиваются своей цели. Я абсолютно self-made. Мне никто никогда меня не сделал, никто не... Да, там, тоже вот хейтеры писали, что я... Ну, почему бы не быть такой гламурной инвалидкой, если у тебя муж олега? Ребята, я познакомилась с мужем, когда ему было 18 лет. Когда он был студентом, я была такой же студенткой, мы были нищемродами, которые приехали в Москву, там, после свадьбы, учились в Клешке, да, там, на своих, там, повторных, уже там, высших образованиях. И мы просто... Никто никогда не сделал, не принес. 25 лет случилась моя новинность. Вот. И... Это говорит о чем? Что у меня был выбор. Я могла жить с позиции жертвы, стать, ну, не знаю, инвалидом, который сидит дома и думает, что все ему должны. Вот. А он... Ну, я выбрала другую сторону. Поэтому я здесь сейчас. где был этот момент принятия решения быть на людях? Он был вообще? Или из-за тебя это было просто естественно? Он был. Да? Да, конечно, он был. И я как раз таки поймала себя в моменте, когда в моем голосе появилась какая-то претензия кому-то из домашних. Ну, типа, там, что так долго, да, я жду, лежу, там, жду чай. Вот. Но вот в этот момент я поняла, что я не хочу быть человеком, который отталкивает от себя людей, которые овощи и все ему что-то там несут и помогают. И цели были всегда такие. Я сразу себе ставила цели так. Я сейчас, значит, как можно быстрее сажусь в коляску, как можно быстрее сама учусь все делать. Меня никто не должен носить, мыть, там, не знаю, там, кормить. Я должна делать все сама. Я должна кормить свою семью сама. Потому что я хозяйка в этом доме. Сама должна все делать, там, элементарные вещи я ставила в свой маленький такие цели. Но каждый раз они оказались какими-то нереальными. Когда я приезжала на реабилитацию, рассказывала, что я там сама принимаю душ и мою дома пол. Для меня это было нормально два раза в день, утром и вечером. На это реакция была как это может быть. Я уже там пять лет в коляске говорила мне, девушка, и я до сих пор там, меня папа в душ носит. Я говорю, ну, это твой выбор. Вот. Поэтому сейчас я знаю точно, что невозможного нет, поэтому фонд называется «Возможно все». Поэтому я, не знаю, чемпионка меда по прыжкам с парашютом и еще огромное количество спорта. Сейчас про это еще поговорим. Да. Не давайте это на слегка. Друзья, вообще тут очень много сейчас открытий. Что Ксения делает? Это хрупкая девушка. Что она делает вообще? Про это поговорим. Но вот в тот момент, смотри, ты приезжала на реабилитацию, я знаю, что это твоя была история, да? Когда ты приезжала туда, и ты начала проводить там на реабилитацию уроки красоты. Это, кстати, очень хороший момент. Спасибо тебе за вопрос, потому что вот сейчас люди сидят и думают, что она рассказывает вообще, про свою там эту благотворительность, зачем мне это надо? Ну, как бы, вот, я хочу там стать, не знаю, известным блогером. Например? Ты хочешь просто больше зарабатывать в своем бизнесе. Да, напричу больше зарабатывать. Зачем ты мне это рассказываешь, девочка, ну, ты своей там истории социальной, ну, и сиди в социальной истории. Я это рассказываю, потому что на тот момент, на момент, когда со мной это случилось, я была там, у меня было вообще все классно. Я там, длинноногая, красивая, у меня там, мы только что, там, год назад с Андрюшей Малаховым запустили журнал StarHit, и это прекрасный, многообещающий проект, это звезды, каждый день тусовки, бренды, ну, это очень интересно все было. Все было так, как я хотела. Да, и тут вдруг, вот, я беременна, я тоже об этом мечтала, и все, ты очень часто не смотришь немного, кроме своих шор, ты думаешь, все классно, вот я иду, у меня личный бренд растет, я там продаю, но вдруг случается что-то, что идет не по твоему плану, и, как правило, это случается со всеми, ну, не обязательно что-то, как у меня, но что-то происходит, и тут человек такой раз немножко теряется, и здесь есть одна такая фишка. Очень важно понимать, для чего ты это делаешь, потому что, если ты зацелен просто на деньгах, просто на увеличении прибыли, просто на увеличении подписчиков, то все, что происходит, выбивает тебя очень сильно, так же, как могло меня выбить совсем с хейтерами. Если есть большая миссия, цель, то ты всегда, в любой ситуации, это важный момент сейчас, что бы ни происходило в жизни, будешь находить для себя дверь выхода. Дверь выхода в лучшем свете, чем сейчас есть. То есть любая жизненная ситуация, твоя тяжелая жизненная ситуация, она для тебя всегда становится ключом к новой дверце. И это очень круто. Когда ты воспринимаешь сотрудности как квест, у тебя жизнь становится просто офигительно интересной. И тебе, твой бизнес уже становится по-другому. У тебя люди, которые сложные, неприятные, разные, каких только их не бывает вокруг, это со всеми случается. Неприятные люди, это самое главное. Квест у всех людей. Ты моментально видишь все по-другому. Ты видишь ключи к дверям, к новым дверям. Так вот, когда я села в коляс, то каждый день задавала вопрос, для чего мне это? Потому что у меня есть глобальная цель, я не понимала, для чего же мне вот эта фигня с аваритностью. Почему я вдруг увидела новый мир, новые возможности. и это уникально раскрывает твои потенциалы, которых ты не подозреваешь. Вот сейчас каждый сидит, не знаю, домохозяйка, не знаю, беременная какая-нибудь девушка, сидит с тазиком, не ты сейчас смотрит на судьбу. Офигенно, конечно. Как же мне это может быть полезно? Раскрыть свои потенциалы может каждый, когда он как раз таки вот эти жизненные проблемы начнет видеть для себя задачи. Для того стояла задача, как моя инвалидность может стать полезной мне и людям. То есть это реально такой прям процесс смотреть на все глобально. Можно было прям уйти в себя и вообще никогда бы с вами не увидели здесь. Вот. И никто бы об меня не узнал. А случилось наоборот. Я все превращаю в возможности. Соответственно, я думала, что же полезного я могу дать тем людям, тем девушкам и женщинам, которых я вижу каждый день в трениках с пучками вот этих вот, да, безвеликих людей. И я подумала, блин, ну экономика, менеджмент, это, да, мои бабушки образования, это прекрасно. Но я могу еще быть стилистом. Ну это было мое хобби. и я собрала какие-то мастер-классы, делала презентации, мы делали очень крутые, интересные штуки, накупила косметики, мы красились, учились быть красивыми. Это было замечательно. Это был мой первый шаг к тому, чтобы сделать мир лучше, к тому, чтобы сделать что-то полезное для других людей. И ты знаешь, повлиять так, где ты можешь сейчас повлиять. конечно. Можешь, влияй. Думаешь, что не можешь, значит, жалеешь себя. Мое главное первое правило никогда себя не жалеть. Никогда. Температура 40, через 3 минуты выход на сцену, окей. Выпиваю обезболивающее и там, не знаю, жаропонижающее влюбленную сцену. Никогда. Никакой жалости к себе. И да, я себя очень люблю. Я себя балую, я люблю себя, не знаю, как-то там порадовать чем-то. Я люблю себя беречь. Но жалость никогда. И вот в этот момент, когда тебе хреново, когда ты думаешь, что тыишь, ну да, вы там такие сидите классные, где-то там в Москве, такие красивые, тут рассказываете нам, как быть успешным. На самом деле, каждый это может. Только перестань себя жалеть и относиться к себе как к какой-то немощной, там, не знаю, особе, там, не знаю, просто на самом деле все здесь. И как только я это поняла, у меня все эти проекты начали умножаться, умножаться, и все вокруг, все эти ключики, они приводили к новым дверям, которые там приводили к новому заоблачному уровню. Это как в игре. Если ты свою жизнь воспринимаешь как проект и игру, то все это именно так и происходит. Новый ключик, погнали. Я страшно боялась высоты. Ну, то есть, это был мой самый большой страх, реально. Все, только что в редке, было страшно. А сейчас я там, да, золотая медалистка, прыгаю, это проект моего фонда, люди прыгают по всей стране, по всему миру, да, мы бы этим летом проверили. Я с парашютом, да, с парашютом, и впервые в России мы провели чемпионат мира по прыжкам с парашютом. Это вообще спорта не было. Я первая колясочница в России, которая там села на моноски, на бородой лыжи, да, и начала кататься. Сейчас это проект моего фонда, в этом году мы уже отпускаем розы хутор, гонки, да, народ может приезжать, ездить, кататься, потому что там круто. Это тоже очень страшно, это очень страшно, на самом деле. но когда ты ломаешь свой маленький страх, ты себе просто такие двери открываешь, которые даже не верят. Это все элементы личного бренда. И заметьте, они все направлены на то, чтобы сделать кому-то пользу. То есть, получается, фишка в том, что когда ты кому-то делаешь пользу, ты каждый раз инвестируешь в свой личный бренд. Такой вот секрет. Ты, я победила на конкурсе, когда стала мисс мира я приехала в Москву и тут просто разрывался мой телефон. Тогда я как раз узнала, что у тебя должен быть агент. Потому что тебя рвут на части и СМИ и все, все, все. И когда меня спрашивали, а что ты хочешь? Давай какое-нибудь желание твое вспомнить, ну там, допустим, какой-то кто-то человек с властью. Я говорила, я хочу, да, я хочу реализовать проект, который сделает доступную среду, с пляжами все, наверное, слышали. Да, я хочу сделать новое образование вообще в Москве и в России. И когда ты говоришь не о себе, а о том, что преобразует вверх, это запускает очень важный механизм. Это запускает механизм притягивания к тебе новых возможностей. То есть к тебе моментально притягиваются люди, которые говорят, о, класс, а я знаю вот этого, сейчас подожди, познакомлюсь. И тут вчера у тебя было три, там, не знаю, друга, а завтра у тебя их 33, потому что просто ты не о себе подумал. То есть это как, знаешь, ты создаешь пространство, в которое может войти больше людей, которые могут тоже сделать свой вклад. вкладываться. То есть ты могла бы например сама лично постоянно расти, сама совершенствоваться, учиться, бесконечно учиться, 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 но ты сделала бы такую крутую площадку, на которой ты сама учишься, причем других сотни тысяч других людей имеют возможность расти. То есть вот в чем разница. Ты могла бы расти сама и возможно бы вообще не душила бы никому, да, просто выросла и как-то где-то там кого-то даже лично консультировала и что-то там бы делала для себя, но ты сделала большое пространство и это делает мир лучше. И сейчас те люди, тысячи людей, которые нас услышат, они почувствуют в себе силой, они изменятся, у многих поменяется на 360-х жизни и толчком для них будешь ты. Но при этом ты ничего не теряешь, ты получаешь новое знакомство, ты приобретаешь, мы познакомились, у нас сегодня возможно скорее всего родиться какой-нибудь совместный проект. То есть я сюда пришла и получила для себя ключики, я там потратила свое время, потратила силы, я не заработала, для многих это важно, куда я поеду, если я не заработаю, но я зарабатываю очень важно, инвестирую в свои инструменты, а инструменты это не деньги, деньги тоже инструменты, но первый главный инструмент, который не способен ничто разрушить, это личное отношение, а личное отношение не решает деньги. Недавно, кстати, мы говорили с одним очень высоко поставленным человеком, очень высоко поставленным, то есть это прям вот уже все, там, наверху совсем, и как раз ехали вместе на мероприятие в машине, все у нас мигалки спереди, сзади, вообще в этой жизни все решено, все классно, но как раз мы говорили о том, что в одну секунду ты понимаешь, что деньги вообще уже не решают, что решить могут даже на самом высоком уровне только отношения, и вот как раз таки, как говорят, да, вот промедленные трубы испытания, что хочешь посмотреть, какой человек на самом деле, дай ему власть, вот, и вот здесь как раз момент, когда даже власть можно не решить, но личные отношения решают все, и почему такой интерес ко мне, почему так интересно всем, почему хочется стремиться стать лучше, добрее, почему сотни тысяч мне писем поступают с вопросом, а как мне к вам присоединиться, а как мне тоже научиться стать таким солнышком, потому что людям хочется стать лучше, людям нравится вот такая благостная позиция, потому что это как нектар, потому что есть солнце светило наше, с которого мы жить никто здесь не сможем, ничто здесь не выжили, в одну секунду все умрет, и абсолютно каждое живое существо на земле тянется к солнцу, поэтому ко мне тянутся люди, поэтому ко мне тянется успех, все, что с этим связано, с позитивом, с добром это тянется, потому что я как солнышко, и мы каждый являемся прототипом этого солнышка, либо с этим, либо нет, либо отталкиваем от себя и деньги, успех, удачу, классных людей, и можем наоборот иметь выбор притягивать к себе неприятных людей, неприятные ситуации и так далее. Знаешь, наша конференция посвящена личному бренду, но ключевые слова это как раз таки философия мышления, и вот то, что ты сейчас передаешь, это и есть, ты передаешь ту философию, которая прорастает после тебя и проявляется через солнечный бренд мир. Я благодарю тебя. Друзья, у нас вообще не за парьером пойдет интерьер. Да я, меня же не надо, ты меня останавливаешь, потому что я спикер, у меня же все уже есть, у меня человек, который горит своей миссией, это все, это самое страшное, нужно останавливать, там, подожди у меня вопросы, что там у тебя? Я хочу акцентировать на одном вопросе внимания, потому что твой благотворительный, то есть есть такой стереотип, что благотворительность это про, ну, чем-то поделиться, обычно делиться чем? Деньгами, да? Есть такая же фраза про благотворительность, например, в детских домах называется мандариновая благотворительность, когда люди под Новый год привозят мандаринные подарки, а потом они уезжают, и все, да, они застают с котлетами-мандаринами, они заканчиваются, все, что жизнь не меняется? И, понятное дело, что для осознанного думающего человека, мандаринного благотворительности, это, ну, зло, на самом деле. У тебя фонд необычный, потому что ты не даришь инвалидам деньги. Вот, я хотела бы, чтобы ты поделилась философией твоего фонда, потому что я знаю, что у тебя это мечта, и я хочу, чтобы те, кто сейчас нас услышит в записи или слышит сейчас, чтобы они могли и приобщиться к этой мечте, потому что, мне кажется, идея фонда, она важна не только для инвалидов, она важна вообще для всех людей. Я вот, расскажи, пожалуйста, про то, что вы меняете, если вы деньги раздаете, что вы раздаете? Да, философия родилась все только по личному примеру, да, и я вообще все делаю только вот, когда у меня есть наити, я сейчас только знаю, что этот опыт сработал, я получила титул, я поняла, что социальный лифт реально меняет жизнь, и поняла, что сколько бы мне денег не дали, если бы я не приняла себя в том состоянии, которое есть, если бы я не чувствовала постоянную мотивацию и желание менять этот мир, ничего бы не произошло. Дали денег? А, молодцы, спасибо, дайте еще, пожалуйста. И эта жильческая позиция, к сожалению, это просто вот 99% людей с инвалидностью с этой позиции живут. Ну, соответственно, меня, когда я с этим столкнулась, меня это очень тронуло, и с этого момента я поняла, что эждивенческую позицию я буду менять, я буду ее искоренять. Своей активной позиции. Что еще делать? Только примеры. Мне бесполезно рассказывать людям и эмориды, перестаньте жить как эждивенцы, перестаньте постоянно просить и ждать. Нужно просто брать и делать. Конечно, я беру и делаю. Конечно, я расту. Конечно, теперь люди, многие говорят, а, ну, понятно, без углов это делать, у нее же муж олигарки, она же сама богатая, ну, почему бы не делать? Вот. Хотя я думаю, господи, покажите, где, когда появится уже чемодан с деньгами. Вот. Но цели такой не стоит. Вот. Я же про мир, про добро, поэтому тут как бы и не... Вот. Другая история. То есть деньги приходят на реализацию проектов, да? Под задачу. Конечно. Поэтому всегда нужно четко формулировать, и понимать, вот хочешь, и мой фонд делает главную, дарит людям удочку, мотивацию для жизни. Да, бывает, мы покупаем коляски кому-то, да, бывает, мы покупаем какие-то, не знаю, гаджеты, например. Ну, я не знаю, я расскажу историю, мы подарили одному парню, написал мне письмо, что он вернулся из армии с инвалидностью, и он там на каком-то острове на севере в бараке живет. Ну, не представьте себе, остров на севере. То есть это вот как фильм «Остров», наверное, смотрели, про монахов. Вот это вот такая история. Он живет на этом, в своем бараке, у него ничего нет. Он говорит, я всему научусь, я сам проживу, я знаю точно, мне нужен только ноутбук хороший. Вот это дело, вот это мотивация, вот это у человека. А мне же пишут, знаете, как бывают мужики с инвалидностью пишут, слушай, ну, ты так, у тебя так все классно, пришли мне денег на лечение, не, хочу в Саки поехать в Крым, в город, там на лечение. Пришли, пожалуйста, денег не на лечение. Я думаю, чувак, а ты спросил, когда я была последний раз на лечение, вообще у меня бывает в жизни лечение, почему ты считаешь, что я должна это сделать, почему ты вообще живешь с позиции попросить у кого-то на лечение. Как это возможно? Объясните мне эту механику мышления вообще людей. Как жалко, что он тратит время на это. Блин. И при этом, я знаю парней в колясках, которые, например, один, я не знаю, это мой кумир, он делает своими руками, варит, он юрист вообще, он освоил сварку, и он делает потрясающие качели, знаете, мангалы вот такие вот крученые, ворота, люди где-то руками, в коляске. он говорит, ну как, я юристом не заработал бы. А у него со всей России люди заказывают, он стал развивать инстаграм, он фигачит, кованые вот эти вот штуки. Я говорю, слушай, когда у меня появится дача, ты обязательно сделаешь для меня мангал, сделаешь качели, потому что, ну это просто, это невероятная гордость сидеть в качеле твоего производства, потому что это руки другого разряда, это руки, которые действительно золотые, они вообще, ну, про такое преодоление, которое немыслимо для обычного человека. Вот сила мотивации, сила намерения, понимаете? Он говорит, я не заработаю юристом, я просто научился. Другой парень в Краснодаре, вот я недавно его видела, тоже я теперь его фанат, он делает, он понял, что он никак не заработает своим образованием каким-то, не помню уже, стал плести мебель, красивую, из вот, я забыла, как называется материал, но она просто потрясает, что это кресло, диван, знаете, для террас, уличных такие делают. Выглядит очень круто, у меня мама уехала жить в Крым, и у нее сейчас тоже планы, говорит, я буду все у него покупать, потому что, ну, это просто красиво. Этот человек другой категории, он делает руками, несмотря ни на что. А кто-то в этот момент пишет мне, слушай, я бы хотела тут в Крым слетать, полечиться, пришли мне денег, пожалуйста. Ты что плачешь? Ну, нет, у тебя столбилась. Понимаешь? Вот, вы тоже там рыдаете, наверное. Да, все здесь. И когда фонд, что там, все рыдаете? Нет, я просто милую. Классно, все работает, у нас слушаем. Когда мы слушаем. Как меня не поделась ведущая. Отлично. Все, правильно. Значит, фонд, возможно, все. Понимаете, да, теперь о чем фонд, все. Захотелось пойти сломать город. Невозможного нет. И наш фонд об этом. То есть, мы проводим такие мероприятия, которые ломают стереотипы. Мы проводим, мы делаем, вводим новые виды спорта, которых раньше не было. Мы, не знаю, учим людей быть самодостаточными, несмотря ни на что. Потому что проще простого дать денег. Ничего нет, чем найти мне какого-нибудь мецената, богатого дяденьку или тетеньку. Для меня сейчас это вообще не проблема. Я могу решить по звонку эти вопросы, но я не делаю этого и не стану этого. Потому что нет ничего хуже, чем подкармливать человеческую вот эту жадность, человеческую жалость к себе. А когда ты даешь деньги к человеку, ты подкармливаешь жалость к себе. Это значит, ты подкармливаешь его гордыню, эго. Я же ему больной, помогите мне. Знаешь, это вот я почему-то реагировала, на самом деле, потому что для нас там очень сильно называется история про вот эти ценности бренда. Вот мы часто на обучении, вот когда работаем с предпринимателями, мы сделаем такую штуку формулу бренда, и там есть вот ценности. И одна из ценностей, которая у меня вписана в мой персональный бренд, это про активность. И вот когда ты рассказываешь, что примеры, это просто звучит сильно проявленную, проактивность такую, знаешь, которая в человеке проявляется, какую бы ситуацию ни попало, она прорастает. Это действительно это выбор. И для меня это настолько мне хочется приумножать эту ценность и когда ты про это рассказываешь, с другой стороны, потому что я обычно работаю с предпринимателями, бизнес, перспектива, а это вообще другой ракурс вообще. Проявленное мастерство, потому что проактивность, как почка, понимаешь? И поэтому у меня очень близка идея фонда, поэтому я открыла. Да, я поняла тебя. Идея фонда она как раз в том и заключается, ну то есть моя вот миссия и моя цель она заключается в том, чтобы не существовало бы людей с инвалидностью с рожденческой позицией. То есть вот мы говорим о мире о равном возможности. Это говорит о том, что не важно ну кто что может. Ну, например, я не знаю, там моя подруга Анна Тихомирова, да, царистка Большого театра, она балерина. И по отношению к ней мы здесь все с вами инвалиды. Не важно, на коляске или нет, потому что она царистка Большого театра. Вот сидит качок передо мной. Как бы мы с тобой не хотели, но мы с тобой просто инвалиды, потому что мы не жмем столько, сколько жмет он с бакетами. Понимаешь? У нас у нас это качок передо мной. Да. Вот. И я не знаю, сидит мама какая-нибудь семерых или десятерых детей, и как бы я там не была, там мама троих детей, какой бы опасности я маму не чувствовала, но я подошу любви инвалид. и не потому, что я в коляске, а потому что я не представляю, как это возможно. И любой спортсмен, он тоже, да, имеет любую позицию, мы все разные. Вот. Я об этом, что мы все в любой ситуации должны просто проявлять свою проактивность, потому что жизненно трудная ситуация для всех разная. Понимаешь? Да, для кого-то сломать каблук или порвать колготку, это все, или мужик там изменил, или ушел. Представляешь? Это для огромного количества женщин конец света. Они же мне пишут сотними суицидарными своими порывами. Я стояла в окне, потому что муж изменил мне и там, и все такое. Я стояла в окне, там шло интервью, ну, типа, сделать сезер погромче детей там в комнату. Ты понимаешь, вообще, вот просто у человека конец света. Ну, то есть, а кто-то сейчас сидит, ну, да, реальный конец света. Я его любила, вся жизнь моя на нем была завернута. Так вот, смысл. Мы сами себя заворачиваем на вот эти штуки, на деньги, на мужиков, на каблуки, на колготки. Сами для себя важность выстраиваем, приоритеты, и потом от этого страдаем, естественно. Ты так любишь свой блестящий Порш Каен, ты его бахнула сегодня там, поцарапала чуть-чуть на парковке, ты сидишь и убиваешь, ты сама себе создала несчастье. Сама его придумала, сама теперь все заворачиваешь. никто не в этом не виноват. Поставь себе другие приоритетности в жизни, поставь, пойми, что бесконечно это то, что внутри вот эта душа и что от тебя потом останется. Для меня вот в какой-то момент стало реально страшно, важно, что вот так можно прожить, просто умереть, хотя бы тебя никто не вспомнил. Никогда. Ну, когда проживут твои внуки, там тоже жизнь, я тоже буду что-то знать, но если ты не оставил шлейф полезности в этом мире, то никто никуда не вспомнит. А тогда в чем вообще смысл? Ну, вот, я понимаю, что бесценно то, что ты сделал, даже не про то, что про тебя должно вспомнить, то, что ты оставил в своей жизни, это же важно, я понимаю, что если меня сейчас сегодня не станет, я свою жизнь прожила не вря. Я это знаю уже. и я так думаю, что я уверена, что каждый человек может так прожить жизнь. Каждый может сделать в рамках своего какого-то там сообщества. Когда мне говорят, слушайте, ну вот у меня, я сейчас вот пока посол, вот и добровольство, очень много городов России объехала как посол, встречаясь с волонтерами, с добровольцами, это очень интересно, это же другие, другая категория людей. Вот они говорят, вот у меня проект, я не знаю, как его развивать. Ты как? Начни о нем везде говорить. Соцсети решают, начни о нем трубить во все, не знаю, во все услышания. К тебе начнут притягиваться люди, которые тоже разделяют твою жизненную позицию. Абсолютно точно. Потому что соцсети, это же матрица, четкая матрица, всех поделили на квадратики. Эти блогеры, мамы-блогеры, эти там фитоняшки, эти там еще кто-то должен. Как они там, футблогеры, тревел и так далее. Все, всех поделили на матрицу, пожалуйста, сделай свою ячейку, притягивай туда людей, твой проект обязательно кто-то услышит, твой социально-ответственный бизнес обязательно кто-то поддержит, потому что, ну, сейчас люди к этому тянутся, этот тренд. Я благодарю тебя. Уже час? Я под большим впечатлением нахожусь, потому что я не помню ситуации, когда в последний раз я чувствовала настолько, я вообще не помню, когда я плакала в прямом эфире. И сейчас меня реально именно вот то, о чем мы говорили, мы говорили про ценности и вот внутреннее состояние такое. Мне хочется даже немного посидеть и помолчать и посмотреть вдаль на Москву, которая, мы находимся в Москва-Сити и внизу огромная светящаяся Москва про то, как можно много сделать, если ты не боишься проявлять себя и с открытых забралов идешь в мир, транслируешь твои ценности, свою философию, делишься собой с миром и отдаешь. И это все про личный бренд.